Добрый день! Добрый день! С вами, как всегда, в студии Александр Александрович Васильев и Людмила Полескова. Ну, а сегодня тема наших стильных диалогов про женщину, про стиль. Естественно. Мы всегда любим говорить на эту тему. Женщин много среди наших зрителей, и, конечно, каждая хочет узнать ответы на те лидирующие вопросы сегодняшнего дня, которые многие нам задают в чате. Александр, давайте поговорим на тему, зачем женщина стиль, и нужен ли он каждой? Стиль – это основополагающая визуальная версия жизни каждого человека, его гардероба, его образа макияжа, прически, манере себя вести – это образ его походки, это образ ваших аксессуаров, это ваше цветовое решение, наконец. Нужен ли стиль каждому человеку? Вопрос спорный, потому что на Земле живет несколько миллиардов людей, и мы не можем сказать, что каждый человек на Земле должен иметь собственный стиль, но стремиться к этому должен каждый. И так как я понимаю, что наши зрители с вами, наша аудитория – это совершенно не обязательно люди простые, это часто люди эрудированные, образованные, интеллигентные, это люди с повышенными запросами, это люди, которые уделяют миру моды и красоты достаточное внимания и время в своей личной профессиональной жизни. Им этот стиль будет нужен, особенно в тех случаях, если они хотят сохранить свою семью или, наоборот, устроить свое семейное счастье, если они хотят сохранить себя в профессии, быть визуально привлекательными и лучшими среди тех людей, которые их окружают, если они хотят успешности и хотят добиться чего-то в смысле карьерного роста, в смысле социального положения в этой жизни. Стиль – это прекрасная возможность продвинуться вперед, не прилагая при этом особенно больших финансовых усилий, потому что стиль, если он врожденное чувство, вообще ничего не стоит, вы просто развиваете то, что есть уже в вас. Если это благоприобретенное чувство через стилиста, стилисты обычно учат стилю, то это, конечно, требует каких-то вложений, но не больших, чем безвкусица. Подумайте, быть стильной и быть безвкусной стоит ровно столько же денег. Это факт. Подумайте о том, что вы выбираете. Александр Александрович, существует три ключа формулы моды. Это цвет, это фигура, имиджевые задачи. И дополнительно то, что мы с вами вывели за прошлый год, это еще ДНК внешности. Давайте поговорим про цвет. Цвет крайне важен. Цвет дает очень много, скажем так, ресурса каждой женщине. И подборка правильного цвета создает 50% впечатления от образа. Почему же женщины боятся цвета? Почему большинство предпочитают серые, темные, безликие оттенки? Невзрачные. Невзрачные. Вы знаете, мне кажется, что многое зависит от широты душевной и от смелости. В принципе, не каждая женщина смела, как не смел каждый мужчина. Есть люди, которые очень стесняются. Стесняются своего внешнего вида, стесняются свои прически, стесняются своих ногтей, стесняются своей фигуры, стесняются своего голоса. И они, к сожалению, боятся появляться на публике. Есть люди, которые убегают из групповых фотографий. Они выбегают и говорят, только не снимайте меня. Я знал актрису, очень известную актрису, Ольгу Яковлеву, которая играла в театре на Малой Броне, потом в театре на Таганке, потом в Амхате, которая очень стеснялась своего лица на сцене. Она носила длинную челку и все время поворачивалась спиной к зрителю, когда играла роль, потому что ей не нравилось, что ее разглядывают. Это комплекс, и ничего нельзя с этим сделать. А бывают люди, которые, наоборот, себя ставят в первый ряд, как танцор Серж Лефарь, который отгонял всех балерин, которые выходили с ним покланяться. Говорят, нет, я вперед, а вы, пожалуйста, сзади. Бывают люди, которые так уверены в себе, что они говорят, вот вы меня, пожалуйста, фотографируйте, а эти сзади, пожалуйста, постоят. Многое зависит от характера человека, и поэтому цвет дает возможность упрочить ваш внешний вид. Вот сегодня мы оделись координированно. Мы, можно сказать, все отливы бирюзы. Понимаете, вы очень нежная персидская бирюза, я очень интенсивная индийская бирюза, и она тоже важный модный цвет, он регулярно входит и выходит из моды. Но не каждый человек умеет подобрать оттенок, не каждый человек умеет подобрать цвет, который им идет или им личит. Почему? Потому что не все понимают свой цветотип, не каждый понимает свой цвет лица, не каждый понимает свой цвет кожи, свой цвет глаз, свой цвет волос, свой цвет зубов, что немаловажно. Все эти константы человека, потому что это всегда с нами, мы ничего не можем изменить. Глаза такие, если линзы не вставили, то такие, какие они есть. Цвет кожи, сколько бы вы ни красились, он всегда будет именно таким. И мы должны это учитывать. Поэтому цвет, на мой взгляд, очень важная составляющая образа. Я всем рекомендую узнать те цвета, понять те цвета, которые вам идут дальше. Допустить их в свою душу, потому что очень многие люди отвергают. Я знаю, у меня идет оранжевый, но я его стесняюсь, и поэтому никогда не ношу. Это тоже факт. Надо понять, что за цвета вам в принципе подходят, как с ними манипулировать, как ими жонглировать, и как их включать в ваш образ. Тотально ли? Вот здесь мы одеты с вами в тотальные цвета. Это пример того, что у нас не просто какая-то деталь, бант, брошь, бусы какого-то определенного цвета. Вот мы и тотальная бирюза сегодня. Или выбрать что-то детальное. Может быть, маленькую сумочку, клатч, или, может быть, ваши туфельки будут этого цвета. Это уже другой вопрос. Но туфельки к глазам не поставишь, если вы не ходите ногами кверху. Так тоже трудно. Вы очень часто говорите про то важность цвета именно в портретной зоне. Обязательно. Это самое важное, потому что нас всегда видят в портретной зоне. Вот даже я и вы, мы сидим как? По пояс. Нас видно только в этой части. Портретная зона – это то, что мы чаще всего фотографируем, то, что мы чаще всего видим. У кого? У любого человека, работающего сидя. Начиная с самой простой кассирши в супермаркете. Почему они клеят вот такие ресницы? Не знали? Потому что их не видно внизу, и они не могут показать свои прекрасные ножки, свои щиколотки, свою талию и свои бедра. Поэтому они привлекают клиента вот этими накладными ресницами. Работают в своей портретной зоне. Или люди, которые сидят за кассой в банке, или люди, которые принимают вас в страховой конторе или где угодно. Я понимаю, что почти все сегодня уходит в онлайн. Я понимаю, что контакт с клиентами будет со временем все меньше и меньше необходим. Контакт с клиентами со временем будет все менее и менее необходим. Мы будем работать постоянно через переписку. Поэтому вообще можно не одеваться, если честно говорить, можно в пижаме. Нет, мир останется в гибридном формате. Но мир останется и в другом формате. Мы все равно будем встречаться. Мы все равно будем влюбляться. Потому что, извините, через интернет влюбиться труднее, чем при личном контакте. Все равно люди будут ходить в ночные клубы, танцевать. И это невозможно сделать через интернет. Какую бы вы музыку зажигательную не делали, будет смешно, если я танцую здесь, а вы танцуете через 85 километров в другом месте. Это все равно не то же самое. И люди будут ходить в ресторан. Потому что есть социум еды. Люди будут ходить на какие-то прогулки. В парке. В театры, наконец. В кинотеатры. Это же публичные. Мы не можем убить театр и перевести его в интернет. Хотя можно посмотреть спектакль в записи. Но эмоции не та же. Александр, вы сказали, что еще крайне важно цвет запустить в свою жизнь. Следующий навык, который важен также к развитию, это сочетание цветов. Скажите мне, можно ли при помощи правильной подборки цвета, сочетание цветов создать определенное впечатление. Ну, например, впечатление роскошной, элегантной женщины. Ну, безусловно, любое цветовое сочетание порождает эмоцию. Эмоция рождается от увиденного. Это визуальная эмоция. Есть цвета, которые навевают грусть. Есть цвета, которые дарят нам радость. Есть цвета, которые настраивают нас на серьезные отношения. Есть цвета, которые настраивают нас на легкомысленные отношения. На игривые. Есть цвета, которые настраивают нас на лето. Есть цвета, которые настраивают нас на зиму. Есть цвета осени. Есть цвета весны. Есть цвета, которые говорят о особенном взрослом возрасте. Есть цвета, которые говорят о детскости. Это каждый понимает умение сочетать эти цвета большое искусство только художники могут верно сочетать но не каждый человек обладает художественными навыками поэтому мы часто обучаем этому мы говорим как верно сочетать спектр цветов какие цвета являются холодными такие теплыми какие нейтральными а какие контрастными и эти знания пусть элементарные но очень необходимые каждому человеку дают возможность не совершать промахи эти промахи могут быть стилистическими эти промахи могут быть этическими поясню часто люди не подозревая переодеваются не ведая того в цвета государственного флага какой-то страны и их воспринимают люди конкретно другой нации как проводников какой-то государственной идеи какая бы она ни была и тут вот я этого не имела в виду не подозревал не подозревал а что же вы оделись в госфлаг эстонии польши италии или например испании я просто нейтральные страны тут назвал почему а вы подумайте нет ли здесь какой-то ассоциации когда вы приезжаете в армению одетая в цветах азербайджана может быть тут просто на виллы и не все будут довольны то есть надо очень это тоже держать в голове это образование необходимо и я считаю что вот например в школе необходим хотя бы один урок госфлагов просто изучить а какие они бывают какие они как они вообще выглядят потому что люди это не подозревают затем в некоторых странах белый цвет цвет траура в индии например может быть вы в белом и подумают вы извините сейчас хороните кого-то а совсем вы не хоронили и думали о другом а этот совсем нейтральный летний цвет такой хороший и мы все его обожаем ему светлые цвета это вообще цвета спокойствие спокойствие но не во всех странах все зависит это уже в индии так много штатов и так много народности что у каких народности это траура у каких-то наоборот большая радость а у нас это вообще цвет невесты мы считаем в белом платье значит невеста то есть здесь есть тонкости учиться этому возможно понимать как сочетаются цвета тоже возможно что можно вместе микшировать а что нежелательно это вопрос специального образования который я всем рекомендую просто постичь александр очень часто женщины встречаются и выглядят они старше своего возраста как раз из-за неумения подбирать свои цвета скажите с помощью цвета реально сделать себя моложе сделать свой образ более свежим более отдохнувшим а безусловно потому что надо всегда опасаться тех цветов в портретной зоне которые усугубляют морщины есть цвета которые дают очень неприятный отблеск на вашу кожу например надо очень умело обращаться с зеленым цветом не знаю то что я сижу сегодня с вами в зеленой рубашке но я сегодня брюнет сегодня брюнет и может быть другой цвет в какой другой день и поэтому я могу себе это позволить есть цвета которые омолаживают это все персиковые оттенки все коралловые оттенки которые дают очень приятный розовый отблеск мы всегда выглядим моложе и есть цвета которые могут усугубить ваши морщины это темно-серый темно-лиловый темно-коричневый это вовсе не значит что их нельзя носить они тоже могут быть очень элегантны но портретная зона может быть перебита чем ниткой жемчуга платочком белым воротником любая другая деталь и введение другого цвета это большое искусство и также надо помнить что нежелательно ни в одном наряде мешать более трех цветов и в сен-луран и поль-пуаре могли мешать 5 но для этого они были большими виртуозными художниками очень долго учились вы и они учили и других если вы не виртуозная художница больше трех не мешайте первое и второе желательно ограничиться двумя это вообще будет очень хорошо но иногда для нашего славянского темперамента этого мало потому что мы любим многоцветье у нас перед глазами все время винегрет щи и борщ поэтому мы хотим чтобы это было ярко красочно карусель мы говорим о это было так ярко так красиво ярко и красиво вообще не синонимы но мы привыкли так жить поэтому нам необходима у нас ярмарка какая такая у нас елка у нас чем больше игрушек разных цветных в детском садике если ребенка наряжает его наряжает во все цвета радуги а почему не радугу любит потому что вы наряжали в радугу с детских лет поэтому вы поймите тоже это же образование это же просто образование таким образом получается что же нужно делать женщине в расцвете сил молодости зрелости да именно в сочетании цветов надо правильно понимать какие цвета конкретно этому человеку подходит и как с ними обращаться как простой платочек цветок украшение брошка ленточка другая деталь могут изменить и омолодить это лицо не с помощью пластической операции не с помощью уколов красоты а с помощью самой простой манипуляции цветовое решение дает правильный рефлекс гаммы цвета на кожу лица и создает великолепный результат поэтому учитесь и мы в этом вам поможет а почему тогда большинство стараются спрятаться за серые за темные цвета как на ваш счет что не хватает женщине для того чтобы использовать свет по полному его назначению для себя у многих людей нету ярко выраженной персональности согласитесь все мы когда-то учились в каком-то социуме кто-то был в детском саду кто-то был в школе кто-то был в институте кто-то был в аспирантуре и вы прекрасно знаете что среди той группы людей обычно мы все росли в социуме размером в 20-30 человек группы это просто стандарт класс детский сад институт курс были яркие личности согласитесь а были личности какие-то забитые скромные это черта характера человека есть люди которые очень боятся как я уже говорил сегодня когда на них смотрят а есть люди которые обожают чтобы на них смотрели им хочется быть в центре внимания есть люди которые все время прячутся а есть люди которые себя ставят на первый план поэтому есть очень большой процент людей которые предпочитают быть в сером которые хотят чтобы на улице никто на них не обратил внимание никто им не цикнул язычком не подмигнул и не сказал о-о-о или что-нибудь в этом роде потому что у них другие цели в жизни у них цели прошить очень незаметно потом они обвиняют почему их жизнь была несчастна почему они в жизни никого не встретили потому что они не сделал ничего они никому не маякнули маякнуть мы можем не только шатая бедрами но и своей одеждой но и своей прической но и своей улыбкой что очень важно но и своей прямой спиной но и своей походкой поэтому есть люди которые себя прячут в панцирь чехов написал по этому поводу рассказ человек в футляре почему был в футляре потому что время прятался классика литературы есть люди которые хотят быть на виду поэтому все зависит от того какую крайность вы выбираете крайность не надо выбирать но каждый человек может найти что-то подходящее к его или ее темпераменту еще задели тему когда мы в школах в институтах я помню свое взросление не все время учителя говорю не высовывайся будьте как все не высовывайся но это было не про меня то есть вот это вот именно желание занять лидерскую позицию было со школьной скамеи так и должно быть что сейчас женщина которая росла в таком же социуме но у нее есть желание проявиться но она не знает как вот какой бы совет мы сейчас могли ей дать каким образом ей впустить свою жизнь цвет не только краски не яркие цвета а именно те цвета про которые говорите которые идеально ей подходят ну я бы конечно начинал бы вообще с образования не только с внешней формы но если коль скоро мы сегодня говорим о внешней форме то я бы сказал что конечно верно подобранная одежда сыграет очень положительную роль на протяжении долгих лет я был ведущий самой главной программе программы о моде которая шла на отечественном телевидении она называлась модный приговор и через мои руки прошло огромное количество людей считайте что наша программа выходила приблизительно триста пятьдесят раз в год это очень много и представляете если я там был почти 14 лет ну с умножьте сколько же людей прошло через мои руки ну достаточно в достаточно больше пяти тысяч то есть больше пяти тысяч судеб которые мне удалось услышать увидеть провести через свой мозг свою душу и я имею право больше чем другие люди скажет самоуверенный васильев но я просто знаю почему цифры цифры рассказать что собственно можно сделать поэтому каждому человеку можно дать верный совет каждого человека можно преобразить другое дело характер и внутренние составляющие может отвергать это на протяжении всей жизни и если этот человек привык ходить в сером а его переодели предположим в розовое или желтое но не могу это уже его личный выбор но увидите себя в зеркале многие резко меняют мнение о себе поэтому эти переодевания приводят как правило к очень положительным результатом положительным во всех аспектах жизни личная жизнь карьерный рост успех в социуме и очень важно успех в том ближайшем круге людей которых вы считаете своими друзьями соседями приятелями с которым вы чаще всего встречаетесь услышала надеюсь что наши зрительницы конечно они все услышали это таким образом получается что цвет сочетание цветов это один из важнейших навыков который дает нам большие возможности по преобразованию собственной жизни по проживанию именно того состояния который внутри каждый из нас хочет мечтает загадывает представляет но есть следующий пункт фигура и большинство прячутся за мешковатыми одеждами бесформенными не подчеркивающе абсолютно никакие линии тела что здесь как быть с фигурой как ее принимать и как научиться вы вот ранее сказали развидеть себя развидеть свое тело и радоваться мило мы с вами не диетологи нет мы с вами не можем дать совет людям как им изменить свою фигуру внутренне изменить систему питания и изменить то количество витаминов протеинов жиров и углеводов которые они принимают это их личное дело но мы можем научить как данную им или заработанную в течение жизни фигуру можно преобразить чтобы она была привлекательна поэтому есть очень много возможностей переодеть женщину и мужчину в том числе с любыми параметрами тела любой формы груди живота линии талии длиной ног шириной объема бедер и длины шеи это все очень важные параметры не у всех людей они близки к идеалу у большинства людей они совершенно далеки от мировых стандартов и эти стандарты раздражают большинство людей потому что они говорят кто придумал эти стандарты почему это мои 125 килограммов нестандартные это же два 125 стандарт килограмм красоты мой муж обожает меня так город за мужа я рад за мужа людоедов много почему нет так бывает поэтому на мой взгляд надо научиться принимать себя и с помощью одежды линии кроя одежды конструкции одежды делать те самые визуальные эффекты которыми мы с вами мило и я учим такое огромное количество людей и уже достаточное время для того чтобы визуально создать эффект это искусство быть искусство казаться два разных виды искусства можно не нужно не поговорим можно не быть но казаться и можно быть но не казаться это тоже очень важные факторы создать эффект той удобоваримой формой фигуры которая вам поможет в личной жизни еще раз в карьере ваших путешествиях ваших знакомствах в отношении к вам ваших детей друзей внуков потому что чаще всего женщины страдают от нападок именно близких людей когда муж вам говорит очень плохо о том что ты вообще у меня не знаю кто корова свинка пивная бочка или дети говорят на кого ты похожа мама или внуки говорит башка бабушка мне стыдно спрячься за занавеску но также не должно быть поэтому наша задача сделать вас счастливее что чем мы занимаемся здесь александр вы только что сказали про искусство быть и искусство казаться на самом деле очень многие учат как раз внешнему преображению магазины современная реклама маркетинг нам все про это рассказывают вот как раз искусство быть и как соединить свое внутреннее состояние со своим внешним обликом это искусство которым нужно овладевать в течение всей своей жизни и понимать разбираясь себе и подходя вот здесь к следующей теме быть или казаться как соединить понимание себя своего внутреннего мира и правильно скажу на языке маркетинга упаковать вот это вот все в образ который соединяется с каждой женщиной возвращаясь к русской классике я процитирую опять чехова человек все должно быть прекрасное лицо и одежда и душа и мысли вот это идеальный баланс когда искусство быть и искусство казаться объединены в едином формате не у всех это получается и очень многие люди делают большую психологическую ошибку какую например ходят не чесанами но говорят у меня очень большой глубокий душевный мир что это вот тут мужчины проходят мимо не хотят разглядеть этот душевный мир а он у меня такой широкий такой большой только они вот не хотят потому что когда мы приходим в магазин еще раз вы идете в любой отдел вы выбираете по каким принципам продукт потому что там внутри или потому что там написано на коробке сначала мы читаем что написано на коробке и пока мы не прочтем зефир ли здесь в шоколаде или здесь конфеты которые называется коровка или в этой коробочке лежит тихоокеанская сайра мы не знаем содержимого поэтому чтобы привлечь покупателя клиента человек мы должны привлечь упаковкой пока ваша упаковка не будет соответствовать вашему внешнему веру никто поверьте никогда не придет и не будет работать наугад нету такого продукта который мы покупаем в коробке без знаков обозначения а дома мы эту консерву откроем и узнаем ой там была морская капуста а здесь было мясо цыпленка боже как интересно тут шпроты оказывается мы так не можем это касается абсолютно любого человеческого облика хотите чтобы вами заинтересовались хотите чтобы к вам обратились чтобы вам улыбнулись что вам предложили собеседование что вам предложили чашку кофе что вам предложили совместный поход в кино выглядите достаточно привлекательно чтобы к вам отнеслись соответственно это привлекательность в первую очередь выражается формой вашей одежды цветом вашей одежды и и другими внешними качествами которые бросаются в глаза александр зачем женщине вообще думать про то как она одевается я думаю что каждой женщине надо думать не только о том как она одевается но как она раздевается и это не шутка потому что от того как выглядит ее нижнее белье тоже в этой жизни зависит очень очень многое особенно если женщина еще в детородном возрасте но это а пропу а почему ей важно потому что все зависит от рода ее деятельности если женщина стоит все время в самой красивой позе на огороде и занимается только прополками то если честно ее гардероб не играет никакой роли потому что люди видят только ее тренировочные штаны на мягком месте это первое а если она ведет более активный образ жизни она выходит в город она ходит хотя бы по магазинам она ходит на работу на работу если она у нее есть друзьями если она ходит на концерты если она ходит на спектакли если она ходит в музее может быть ее городе вообще их таких нету заведений даже на выставке если она ходит на юбилеи если она ходит на свадьбу если она ходит на праздники то конечно от ее внешнего вида зависит очень и очень многое в ее жизни. Поэтому у многих, конечно, есть большая проблема. Вы об этом часто говорите. Нечего надеть и некуда повесить. Это огромная проблема, потому что их гардеробные, их просто шкафы засорены мусором. Вещами, которые больше нельзя употребить, потому что они не соответствуют ни тенденции моды, ни цветовым сочетаниям, ни даже размеру. Начнем с этого. Потому что дама могла выполнять. Редким случаем бывает, если она худеет. И ей как-то боязно, а может быть, жалко расстаться с большей частью гардероба. И, конечно, сдать ее во всторв в сырье иногда очень нужно. Полезно освобождать пространство. Огромное количество вещей, которые просто никто никогда не будет даже больше и носить. И ей кажется, ну как же деньги ее заплачены? Как-то я напомогу, что ли, понесу? А если кто увидит, что свет, что ли, вынесла весь свой гардероб, напомогу, неудобно. И кажется, отдам в церковь, может, кому-то надо. Но есть огромное количество детдомов, которые очень нуждаются в этой одежде, и там можно очень многим помочь. Есть огромное количество, как я сказал, храмов, которые с удовольствием примут. И есть большое количество винтажных магазинов, которые могут даже у вас скупить на вес какое-то количество ваших вещей, если это как-то продается. Разгружайте ваш гардероб. Не живите прошлым, если, конечно, это не уникальные вещи. Согласен? Жалко расстаться с вашим подвенечным платьем. Жалко расстаться с вашим юбилейным платьем. Жалко расстаться с в выпускным костюмом. Мужчины обычно не расстаются. В выпускным костюмом, потому что они могут вам пригодиться. Но кроме этого есть огромное количество всякой ерунды, которая вообще никак вам не нужна. И вы можете очень смело, вот поверьте, очень смело с этими вещами расстаться. Заменой будет, конечно, практичный базовый гардероб. Базовый гардероб не скучный. Базовый гардероб очень удобный, очень нужный, с которым вы можете идти по жизни смело, потому что вы понимаете, что вам можно надеть утром что можно надеть в город что можно надеть для занятия спортом что вам можно надеть для прогулки в лесу с собакой что можно надеть на в кафе или в ресторан и что у вас приготовлено для каких-то специальных оказий поэтому базовый гардероб необходим каждой женщине он может быть и веселым и он может быть разнообразным и он упорядочит ваш гардероб они эти вещи должны быть взаимосвязаны вы можете к одному верху иметь очень много низов и к одному низу иметь очень много верхов и эти вещи должны быть по вашей фигуре и вы должны смело их носить многие смотрят на меня как на человека который ярко и пёстро одевается это полная ошибка потому что это моя профессиональная одежда никогда по улице не хожу ни в чем ярком и никогда пёстро не одеваясь на камере и одеваясь потому что это необходимо на нас все смотрят но у меня есть очень много очень скромных вещей которые мне нужны в каждый день тем не менее все равно меня все узнают я знаю и будут и улыбаться и смотреть поэтому не думайте что все что вы видите соответствует правде и многие этого не понимают и говорят он васильев оделся как турецкий диван никогда в жизни во первых я очень люблю турцию люблю диваны когда в жизни я не одеваюсь как турецкий диван другое дело для работы потому что люди любят яркую картинку вы знаете что каналов на телевидении очень много и все есть кликеры и они вот так вот кликают если мы сидим в темно-синем пиджаке нас кликают и не останавливаются на нас останавливаются только благодаря тому что картинка чем-то цепляет в данном случае она цепляет цвет формой одежды прической иногда и это очень важно базовый гардероб может быть и ярким если это необходимо да действительно так ведь имея правильную подборку базового гардероба из 8 10 предметов одежды мы можем собрать 20 а то и 30 образов это так и есть поэтому я всем рекомендую обзавестись этим есть базовые брюки базовые джинсы базовая юбка базовое черное платье которого всегда пригодится и может соответствовать вашей фигуре почему потому что у всех разные фигуры разный возраст и мы не можем всех под одну гребенку что хорошо одному человеку совершенно не подойдет другому и не надо говорить если у валеры валерии вот такое очень хорошее декольте эту вам она подойдет не подойдет вам валечкина декольте потому что у вас другая форма груди то есть нельзя да переодеть снова нет 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 к сожалению это очень индивидуально иначе во все мы одевались как в свое время в маоисском китае в одинаковые куртки был такой опыт у человечества было но печальный когда всем прописали одну униформу и мужчина и женщина одевались одинаково это было лага это время уже у нас да 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 это уже живем совсем другой реальности это было в двадцатом веке в современном мире женщины переживают о том что правильно подобранный гардероб правильно составлены учитывая цвет фасоны свойства фигуры это крайне дорого нужно потратить много сил нужно потратить много средств нет таких возможностей так ли это нет это не так потому что деньги еще раз деньги и вкус в вашем гардеробе не имеет никакого прямого соотношения и есть люди у которых ноль бюджета и они одеваются стильно элегантно другое дело мода она всегда стоит больших денег и если вы жертва моды и вы хотите гоняться за брендами вы хотите купить вещи последней коллекции априори они не могут стоить дешево потому что об от этого от их продажи живут дома моды им тоже надо оплачивать персонал им надо оплачивать помещение электричество налоги о чем вы говорите естественно что они живут на того что они задорого продают любую вещь но все зависит от вашего бюджета вы богаты да сколько угодно одевайтесь с ног до головы вермесси в дольче габбана это ваш выбор но если вы не брендоманы и вы можете одеться всегда элегантно без всякого участия единого бронда стильно не значит дорого об неоднократно мы про это говорили абсолютно это может не иметь к этому никакого отношения как правило я уже много раз повторял моды создана для богатых бездельников потому что чтобы закупаться моде надо иметь очень много свободного времени это бесконечные примерки подгонки цвета формы и тогда вы уже и не работаете никуда и не ходите вы просто ездите из бутика в бутик и смотрите новинки коллекции потому что извините модные вещи в интернете не продаются это сейчас идеальная форма я тоже этим пользуюсь я иногда захожу в интернет потому что мне надо купить футболки я точно не поеду ни в какой торговый центр потому что меня будут все фотографировать с каждого угла и мне это не нужно я должен буду сфотографироваться при входе с 25 людьми и при выходе с 27 людьми если я им откажу они скажут васильев поганая сволочь не хочет с нами фотографироваться я все это знаю наизусть уже пройдено не хочу этого поэтому я конечно никому не отказываю фотографирую фотографируюсь но если вам нужно купить носочки колготки трусики домашние тапочки халатик пижамку ясное дело вы не поедете покупать торговый центр и не на рынок садовод вы кликните в интернете вам привезут от на следующий день все упакованные очень недорого между прочим если вы знаете ваш размер вы точно не как бы сказать не 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 ошибетесь а для тех кто хочет научиться и правильно подбирать вещи в интернете мы предлагаем нашу авторскую лекцию как снимать мерки для онлайн это очень важно конечно надо всегда знать свои мерки не надо сделать слишком большим ваш выбор потому что некоторые покупают вещи с запасом думаю что следующий кексик будет очень вкусным и он вкусный всегда я не против кексика ваша фраза сладость минута сладости не так минута во рту а минуты на бедрах помните об этом это действительно так мы очень часто любим съесть что-то вкусное я точно такой человек как и вы я тоже очень люблю вкусняшки но я понимаю что каждая вкусняшка это все-таки лишние 500 граммов а лишние 500 рождаются в килограммчик и затем у нас уже лопаются штанишки и другие части нашей одежды рубашечки пуговицы летят кому это нужно но к сожалению это факты жизни есть люди которые пропадают в спортзалах и сидят на диетах это тоже выбор а есть люди которые не имеют времени ни на спортзал и и у них диета совсем другая есть люди которые едят кучу всего и не полнеют и есть люди которые вроде бы ничего не исчезли а растолстели все равно поэтому тут я не не врач не могу вам давать совет но знаю как одежды это прикрыть и мы простим на самом деле мы сегодня проговорили уже про три базовых ключа которые составляют как раз формулу моды которая была создана александром александровичем и которую мы уже три года воссоздаем обучая вас дорогие наши зрительницы этот цвет эта фигура это имиджевые задачи внутри которого находится тот самый идеальный ваш базовый гардероб не переключайтесь мы скоро продолжим сейчас небольшая рекламная пауза